Друзья, я же лично читаю комментарии, вижу много возмущенной критики по поводу того, что мы подписывались на банкира, видим его жену, беременную, там всякие упражнения и так далее. Я говорил, еще раз повторюсь, что формат канала изменен. А именно, я из влога, из влога достал чистый спорт и поставил его в пятницу вечером. И достал Валину, Валю, как второго героя, которая делает выпуски для женщин, для ваших женщин, для ваших мам, жен, сестер, дочерей, матерей, для того, чтобы иметь три выпуска в неделю. Три. Сразу говорю, что если вам женский контент не интересен, среду можете пропускать. Если вы хотите посмотреть на харизматичную, умную, сильную, волевую, красивую, высокую, фотогеничную женщину, вы можете продолжить и посмотреть одним глазком. Может быть, вы что-то для себя полезное почерпнете. Это очень важная информация, потому что она делится тем, что она реально чувствует. Она много делает, много инсайтов знает по воспитанию детей, по тому, как заниматься домашним хозяйством, как жить без няни, как заниматься развитием детей и спортом детей. Это все, это моя половина полноценная. Поэтому, если вам это интересно, смотрите, лайкайте, ставьте комментарий. Далее, повторюсь еще раз, среда Валя с женским контентом, пятница только спорт и в воскресенье влог без Валя и без спорта. Все просто, поэтому подписывайтесь, пишите вопросы, реагируйте на то, что вы видите. Это крайне важно для меня, потому что я сам лично читаю все, что вы пишете там. Всем привет, меня зовут Валентина, Валентина Хамайко. Я мама, телеведущая, ну и плюс я еще любимая самого красивого, яркого, ваятельного и спортивного Андрея Анистрата. Что ты смехаешься? Тебе подобаетесь? Слухи ты. Я обещала вам в прошлый раз рассказать о том, когда нужно уходить в декрет. И сейчас готова вам поделиться с вами своим опытом первого, второго, третьего и четвертого раза, потому что они разные. Что такое декрет? Декрет это не те три года, на которые беременная уходит, пропадает из жизни, занимаясь там маленьким ребенком. Декретом называется 70 дней до родов. Ну, у кого 70, у кого немножко меньше получается. И 56 или 70 дней после родов. Это зависит от того, насколько там тяжело у вас проходили роды, или может у вас двойня, например. Есть дородовой отпуск и послеродовой отпуск. Это и есть декрет. В декрет никто, кроме женщины, уйти не может. Мужик в декрет не уйдет, потому что он не рожал. Он может уйти в отпуск по уходу за ребенком, но не в декрет. Давайте вот сразу расставим точки. Декрет это только наше. Тридцатая неделя, вам дают больничный лист, вы приходите с ним на работу, ну и все, в принципе. Если вы устали от работы, вы делаете «Ха!» Все! Отстрелялось, и я могу отдыхать. Ну, так думают очень много и ждут этого декрета, как момента, когда они, наконец, лягут и будут отдыхать, потому что они беременны, и на работу можно не ходить. Это в том варианте, когда ты работаешь, например, с 9 до 6, и ты устал от своей работы. Многие, на самом деле, пытаются сделать что-то, чтобы уйти немножко раньше в декрет. Ну, тоже вариант. Мой опыт. Первый раз я тоже ждала как бы декрета, потому что мне было интересно, как это уйти в декрет. Как это ты получаешь деньги за то, что ты, в принципе, дома, лежишь с пузом и ничего не делаешь. Ну, опыт мне был интересный, я вот на 30-е доработала и с удовольствием ушла себе в декрет. Но сказать, что у меня как-то получилось отдохнуть и полежать, я не могу, потому что началась какая-то, во-первых, внутренняя психологическая ломка. Потом я решила, ну, я же будущая мать, я же должна пойти и посмотреть коляски, комоды, пеленальные столики. И я прошлась по магазинам, посмотреть на все эти коляски, пеленальные столики. Это был 2009 год. У меня был какой-то ужас от цен тогда. И вообще я не могла выбрать ничего. И я пришла домой. И, конечно, ну, я не знаю почему. Вроде, я понимаю, там комменты могут быть, что, ну, у тебя же муж банкир. Ну, что ты опять пройти деньги? Что ты опять пройти? Что ты думаешь? Что ты вообще знаешь об экономии денег в семье? Ну, вот такая я. Так меня воспитала когда-то мама. И я поняла, что, ну, как, ну, потратить такие огромные деньги на пеленальный столик, которым я буду пользоваться, в принципе, ну, ладно, год. А потом куда я его дену? Продавать? На каких-то интернет-сайтах? Нет, наверное, я пеленальный столик покупать не буду. Но, в принципе, можно и на кровати, ну, поменять памперс. Не проблема. Такая же ситуация была какая-то с коляской. Я вообще не понимала, какая мне коляска нужна. В итоге я ничего не покупала, вообще ничего. Мы с Андреем пришли к выводу, что когда родится ребенок, я просто попрошу его поехать в магазин и купить какую-то, ну, хорошую, красивую коляску. Это решение было, как по мне, самым правильным, потому что после родов мы получили, ну, множество подарков. Какой-то одежды, какие-то штучки для кровати, еще что-то. Это сэкономило бюджет. А я бы, наверное, это все сначала бы купила сама, а это, ну, подарки были бы для меня каким-то вторым и третьим дублем, ну, одного и того же. Соответственно, мой опыт говорит, что не надо покупать много и тратить деньги, огромные деньги на обустройство каких-то мега красивых детских комнат, которые, в принципе, прослужат вам 3-5 лет. Это, конечно, если у вас есть возможность, покупайте. Это та картинка, которую мы создаем для себя. Но, в принципе, ребенку абсолютно все равно в розовой, голубой, бежевой, с какими-то штучками кроватки он спит. Или он спит рядом с родителями, или он спит в кроватке от старшего брата. Ему все равно. Ребенку нужно внимание родителей, поцелуи и счастливые мамы и папы, которые с удовольствием берут его на руки, улыбаются и все остальное. Поэтому не тратьте очень много денег, правда. Если они лишние, ну, пожалуйста, или отдайте тому, кому надо деньги, я имею в виду. Но много тратить, наверное, я бы не посоветовала. Этот декрет я походила по магазинам до родовой, и потом, наконец, родила свою первую дочь, это была Саламия. У меня начался после родовой декретный отпуск, который длится 56-70 дней. И это было вообще не то, о чем я думала, мечтала и представляла. Потому что мне казалось, что я рожу ребенка, буду жить за городом, буду слушать, как поют птицы, читать книгу. И где-то рядом будет лежать такой маленький, миленький ребенок, который будет мне постоянно улыбаться и делать гу-гу или га-га. Все было вообще не так. Она постоянно плакала, я вообще не понимала, почему она плачет. У нее были проблемы с аллергией, она ела меня, потом плакала, потом по ночам опять плакала. Я не спала, у меня не было возможности спокойно сходить в туалет, я научилась ходить в туалет с ребенком на руках. Потом она каждые 15-20-30 минут просыпалась ночью. Ночь была абсолютно разорванная. Этот мой послеродовой отпуск, он был похож на какой-то сплошной ужас. Моя ошибка была в том, что я жила в режиме ожидания чего-то. Я себе нарисовала идеальную картинку и потом эту картинку не увидела, к сожалению. Так делать нельзя. Вот нельзя себе рисовать идеальную картинку. Мы никогда не знаем, каким родится ребенок, мы никогда не знаем, как он будет себя вести. Поэтому лучше просто расслабиться и воспринимать ситуацию такую, какой она получилась у вас. Тогда вы будете меньше нервничать и тогда вы будете просто решать вопросы по мере их поступления. Ошибка моя, повторюсь, была в том, что я ожидала идеальной картинки. Ее не получила. В итоге, когда у меня заканчивался этот срок, срок заканчивался, как в тюрьме. Короче, когда я отмотала этот срок этих месяцев после родовых, я сказала маме, алло, спаси меня, пожалуйста, я больше не могу. Мама ушла с работы, она переехала жить к нам. И я помню даже, мне кажется, что я даже помню ту первую ночь, которую я проспала просто всю ночь вместе с Андреем и никуда не бегала. Это было как... Потому что до этого мне было безумно тяжело. Я ни психологически, ни морально, ни физически, наверное, была к этому не готова. И вот после этих трех месяцев я решила, все, возвращаюсь на работу. Потому что работа – это прекрасно. Потому что там тебя любят, уважают тебя. На тебя никто не кричит, в принципе, если все хорошо у вас работает. И у тебя есть общение, а не только гу-гу и га-га. С удовольствием я рванула на эту свою работу, возобновилась. Это был проект медицинский. Еще нечедавно в Украине была эпидемия кесарового роста. И это не потому, что женщинам стало вас еще народжевать. На канале 1 плюс 1 о том, как я возвращалась к работам своим. Это, может быть, отдельный блог, я когда-то расскажу. Достаточно быстро, достаточно активно я влилась обратно в рабочую строю. Не прошло и 9-10 месяцев. Мы как раз закончили писать первый сезон медицинской нашей программы. Но, как я понимаю, что мы ждем второго. И опять скоро будет декрет. Это было абсолютно спонтанно. Наш Михаил ворвался в нашу жизнь абсолютно. Ну, мы планировали, но, наверное, немножко попозже. Ну, он решил, что надо немножко пораньше. Во-первых, я сначала договорилась на работе о том, что я работаю беременной. И не ухожу в декрет на 30-е недели. Потому что, в принципе, я работаю по контракту. И мне нужно было записать определенное количество программ. Поэтому я работала где-то почти до 9-го месяца. В декрет не уходила. А потом у меня просто закончился контракт. И все. И ты опять без работы. И ты опять на социальном обеспечении государства. И я получала все эти помощи, которые были от государства. И декрет свой, в принципе, не использовала. Я ушла в какую-то такую длинную историю для себя. С пониманием того, что хорошо, что есть социальные выплаты. Это неплохо. Они помогают, если ты вдруг не работаешь. Но тогда, мой второй опыт, я поняла, что декрет – это классная возможность начать реализовать что-то свое. Если у вас есть какое-то хобби, если у вас есть увлечение, если вы давно думали о том, что ваша работа вам надоела, и вы занимаетесь не тем, то декрет – именно тот момент, когда нужно перевернуть на новый чистый лист бумаги свою жизнь и начать делать то, что вы, в принципе, хотели всю жизнь. И если до этого я говорила, что одним из важных моментов есть то, что нельзя себе рисовать идеальных картинок о декрете, потому что потом будут разочарования. Второй важный момент – декрет – это тот период в жизни, он может быть таким переломным, новым, когда вы можете круто повернуть свою жизнь. Вы можете начать свой бизнес. У вас, в принципе, есть целых официальных, ну, там, получается 140 дней, 140 дней, которые оплачивает государство. Цискики у нас выходят? Четыре. Почти полгода у вас есть официальных, когда вы можете что-то поменять в своей жизни. У вас он оплачивается, вы, в принципе, имеете много больше времени свободного, а потом вы еще можете взять отпуск по уходу за ребенком на полтора или три-три года. И это очень крутой период, когда можно чему-то новому научиться, абсолютно сменить профиль своей деятельности, открыть свое дело, попробовать совсем по-другому, совсем по-другому наладить свою жизнь. У вас есть этот шанс. И декрет – это та возможность, когда вы ее можете реализовать. Очень много стартапов. Я, кстати, вчера зашла на сайт «Работа», и там было очень много вакансий именно для женщин в декрете. Так и написано – работа для мам в декрете. Ну, какая-то домашняя работа. Я не проверяла эти телефоны, я не знаю, что там за… Ну, я думаю, что все хорошо. Я надеюсь. Но такая возможность есть. Просто банально загуглить и посмотреть, какие есть варианты дополнительного заработка. Я, кстати, во время второй и третьей беременности очень много закончила разных курсов. Один из первых вариантов – это Андрей как-то позвонил и сказал «Слушай, а давай-ка ты закончишь курсы оценщика?» И я подумала «Вау!» Курсы оценщика – это же я могу в будущем. В принципе, ему так не нравилась моя работа. Я куда-то утром ухожу, вечером прихожу, поздно. Какие-то люди, кто там на тебя смотрит, что там за мужики. Ну, какие-то много было раз… А тут я думаю, я буду оценщиком, который будет всегда рядом с Андреем. Я смогу ему помогать, я могу работать вместе с ним. И я закончила эти курсы оценщиков. Это было очень скучно, это было очень неинтересно. Это было очень грустно и печально. Но я знаю, как оценивать корабль, корову, свинью, движимое, недвижимое имущество. У меня осталось много толстых книг. Я помню эмоции преподавателя. И помню, насколько скучно мне было вообще сидеть и слушать там это все. После этого я решила, что на оценщика я не пойду, не хочу больше, не мое. И начала прислушиваться к себе, что мне нравится, что я любила делать в детстве, к чему лежит душа. Именно в то время, с появлением уже второго ребенка, во мне начало раскрываться очень много женского. И мне хотелось что-то творить для семьи. Именно тогда я начала очень много печь. Андрею это тоже нравилось. Это делало какой-то семейный уют, какие-то семейные маленькие штучки, традиции. В какой-то момент я поняла, что я всегда очень любила хлеб. И я решила научиться его печь. Я помню, сколько вариантов этой домашней закваски я выводила. Я была в декрете. У меня было очень много времени свободного. И я его тратила на то, что нарабатывала какие-то новые навыки. Андрею нравилось. Слушай, у меня жена печет хлеб. А можно? Да, а у тебя не печет жена хлеб. А у меня жена печет хлеб. Ну, мне тоже вроде как-то цепляло так приятно. Он вроде хвастается, что у меня жена хлеб печет. Потом я даже успела съездить, поучиться в Британию. Это где-то под Лондоном. Этот подарок мне сделала сестра. И мы тоже такие. Это смешная история. Две беременных. У меня сестра тоже в тот момент. Или она была с маленьким? Нет, она была тоже беременная. И мы уехали. И я ходила примерно с таким животом. Месила тесто. И училась в пекарской школе Ришара Бертини печь вкусные багеты, хлеб. Возвращалась с огромным пакетом всяких булок домой. Но опыт же. Но возможность же. Правда? Пусть это будет не Британия, но точно в вашем городе есть миллионы разных каких-то классных курсов. И я знаю миллион хороших, успешных историй, когда девочки начинали делать что-то своими руками. Пусть это будут тортики, печеньки. И даже если вы не делаете с этого бизнес, это будет классный навык для того, чтобы, не знаю, угостить друзей, порадовать мужа, удивить его чем-то. Даже если вы найдете какие-то другие курсы, которые тоже будут радовать вашего мужа, это тоже хорошо. Значит, время в декрете потрачено не зря. Ну и третий вариант – это когда я не работала и забеременела Мирославой. Это тот вариант, когда я отказалась от няни и решила, что я не работаю, я не зарабатываю деньги, а, соответственно, я не могу просить и даже думать о том, что няня должна быть в нашей семье. Потому что няня, которая работает в семье посуточно, это дорого. Ну, это дорого было тогда, в 2011, 2012, 2013 годах. Дорого и сейчас. Я решила, что нужно как-то пробовать самой. И еще был момент по няне, мы сделаем отдельную эту же историю, почему я привела Андрею эту привычку, и мы никогда не поменяем ее. У нас была одна няня, у нас была хорошая история с ней. Она никого не обижала, ни нас, ни детей. Но мы прожили так вместе год и решили, что это не наша история, и мы ее закрываем. Так что третью мою беременность, я опять же жила на этих социальных выплатах, я их все получила, потому что я тогда не работала. И опять же вернулась быстренько, через полтора года, на работу уже официальную, где сейчас я работаю. Это телеканал 1 плюс 1. Сейчас мой четвертый опыт. Я понимаю, что я, когда возвращалась на работу, я и работу искала такую, чтобы я могла совмещать детей, успевала уделять внимание мужу и успевала работать, продуктивно работать. Поэтому мой график сейчас построен таким образом, что у меня есть два прямых эфира в субботу-воскресенье. У меня полностью, ну где-то после обеда, я в принципе свободна, в субботу-воскресенье. У меня есть полностью загруженная пятница. Это получается 3 дня. У меня один день записи. Это или вторник, или среда. Это четвертый день. То есть у меня в принципе 4 рабочих дня. А пятый день – это подготовка к записи кулинарной рубрики. Она тоже требует очень много времени, потому что нужно приготовить много заготовок. Ну, мы же там рассказываем, тесто подходит полтора часа. Мы же не ждем полтора часа. Это нужно мне уже готовое тесто откуда-то вытянуть из тайного шкафчика и поставить. Ассистентов, поваров и пекарей, которые делают это за меня, за кадром нету. Все выдумываю я, сценарий пишу я. Есть режиссер, который смотрит на картинку. И есть операторы и звуковики, которые все это делают в суперкрасивую картинку. Поэтому, в принципе, 5 дней уходит полностью на работу. Пусть этих 5 дней, они у меня заняты 3 с утра до вечера. И тогда по детям страхуют Андрея или дедушка. Остальные, я, в принципе, имею плавающий график. Но это та работа, которую я искала. Не факт, что ваша работа может это позволять. Поэтому в данный момент, в четвертый мой опыт, я понимаю, что я могу себе позволить не уходить в декрет. Я хочу продолжать работать, потому что я, ну, если сравнивать, где тяжелее на работе или дома с тремя детьми, то на работе проще, правда. Ну, на работе ты сам себе, тебя уважают, ты работаешь, а тебя не дергают трое маленьких людей, еще плюс есть бабушка и супертребовательный муж. Поэтому на работе проще намного. Я оттуда не хочу уходить, мне там нравится. И я в декрет не иду. Это мой опыт. Меня несколько раз спрашивают на работе, ну, слушай, ну, так а ты, ну, хотя бы, ну, хотя бы на месяцок уйдешь? Я говорю, нет. Они говорят, ну как? Ну, потому что, когда ты ждешь четвертого ребенка, ты понимаешь, что, а зачем уходить в декрет? Ты же все равно будешь уставать. Просто ты будешь уставать дома с четырьмя детьми, а так ты можешь прийти на работу, сесть в свое кресло, тебя будут встречать твои девочки, любимые гримеры, сценарист, администратор, ну, все, которые, вот, твои коллеги, с которыми, вот, Саша, тот, с которым я работаю, они тебе улыбаются, они тебе не плачут, за грудь тебя никто не кусает, суп тебя не просит никто, все хорошо. Поэтому я считаю, что если вы ждете четвертого, быстренько возвращаемся на работу. Плюс, когда ты мама четырех детей, ну, я пока мама троих детей, я понимаю, что работа никогда не допустит ситуацию, что вы попадете в это депрессивное состояние. Оно есть, оно есть 90% случаев, оно было у меня. Могу про это рассказать в следующий раз. Но если вы работаете, то у вас получается баланс в жизни. Когда вы не зависаете на чем-то одном. Плохо, когда женщина зависает только на карьере. Плохо, когда женщина зависает только на доме и на детях. Лучше, чтобы это был баланс. Вот я для себя нашла этот баланс. Четвертый раз я не ухожу в декрет, я хочу работать, и я надеюсь, я не надеюсь, я знаю, что муж у меня будет дома оставаться с моим грудным, с нашим грудным ребенком. Он будет, прикладывай к своей груди, ну, или, нет, другой не надо, только как моей, или к своей. Короче, все будет хорошо. Вот как тогда я договорилась с прямым эфиром, так вот сейчас я понимаю, что я смогу договориться с ним и насчет маленького, который у нас будет. Так что, работайте в декрет, в принципе, если не хочется, не идите. Все, может быть хорошо. Ставьте эти вот пальцы вверх, пишите в свои комнаты. Я стараюсь, але дуже хочется перейти на украинскую. Слушайте, якщо вам комфортно, я ж можу все це еще красивейше и смачнейше рассказати украинскую. И это будет так колоритно, поэтому, в принципе, возможно, я так плавно как-то подойду до Андрія и пошибки его в мовлю, и мы все-таки перейдемо на украинскую мову. Вот так мне было бы комфортнейше. Все. Палец до гри, лайкайте, чекаю на ваши запитания. Люблю, цілую. Цей раз вийшов трошки больше, чем 10 минут. Ну, дивіться в два захода. Депресия, декрет. Ще раз, декрет, декрет. Декрет и депрессия не одно и то же.